Январские морозы в Тверской области унесли жизнь несовершеннолетней девушке. Она скончалась от обморожения. К счастью, такие случаи единичны. Однако в период низких температур по-прежнему страдают пальцы рук и ног. А также буквально с ног валит переохлаждение. Чем опасны такие диагнозы? Врачи расскажут, как их распознать и чем они опасны. Тему продолжит наш корреспондент Валерия Королёва. Заработать обморожение легко, арифметика проста. Прогулки при низком минусе, одежда и обувь не по погоде, отсутствие шапки варежек и вот оно, обморожение. Кстати, его делят на четыре степени. При лёгкой побледнеет кожа. В этом случае достаточно правильно согреться. На помощь придут термоодежда, грелки и одеяло. Нельзя горячую воду и алкоголь, и внутрь, и наружно. Растирать тоже противопоказано. Появятся ссадины. А вот если появились пузыри, то уже стоит начинать бить тревогу. Вторая степень отморожения характеризуется появлением таких своего рода эпидермальных пузырей с прозрачным содержимым. Здесь уже следует обратиться хотя бы в травмпункт, потому что, возможно, в данной ситуации потребуются перевязки после вскрытия пузырей. Но при этом чувствительность всё равно сохраняется. Могут появляться ощущения покалывания, онемения. Лучше предотвратить, чем потом лечить. Подобные травмы заживают небыстро. Пальцы рук и ног, нос и уши – самые лакомые места для мороза. Потому их нужно надёжно закрывать, выходя на улицу, когда столбики термометров опустились глубоко за минус. Собираясь на прогулку в морозный день, нужно особое внимание уделить одежде. Она должна согревать. А вот узкие вещи и обувь ещё больше сугубят ситуацию. По наблюдению врачей, пострадавших от мороза стало заметно меньше. Граждане стали сознательнее относиться к своему здоровью и жизни. В этом году некоторые верующие воздержались даже от традиционных крещенских купаний. Среди тех, кто в этом году не купается, депутат Заксобрания Тверской области Олег Лебедев. Надо быть максимально осторожным. Вы, наверное, видели обращение и патриарха, и нашего митрополита Тверского и Кашинского, что всё-таки в этом году в связи с пандемией, с ковидом, да, и с морозами, в общем-то, сильными, где-то, может быть, и надо воздержаться. Если говорить о фатальных случаях, то они стали и вовсе редкостью. Но, тем не менее, медики напоминают, чем чревата последняя стадия обморожения. Третья и четвёртая степени — это глубокие отморожения, которые всегда требуют лечения в тационаре. При этом пузыри, которые появляются, они уже у нас с красным таким геморрагическим содержимым. Кожные покровы становятся синюшные, багровые, отекают. Последняя стадия обморожения, помимо местных очень неприятных явлений, вплоть до потери пальцев, конечностей, они также сопровождаются и системной реакцией организма. На этом фоне может развиться септис, который может привести к гибели. Помимо обморожений, есть ещё и переохлаждение. Обычно оно возникает при длительном нахождении на морозе. Жительница Твери Елена занимается скандинавской ходьбой. С обморожениями и переохлаждениями, признаётся, не сталкивалась, потому что со всей серьёзностью относится к зимнему гардеробу. Я хожу медленно и тепло одета. Как куль? Что-нибудь такое теплоизолирующее и сверху курточку потеплее. В случае переохлаждения всё просто. Едва почувствовали озноб, срочно греться в помещении. Но иногда ситуации случаются из ряда вон выходящие, когда длительное нахождение на морозе или попытки согреться в снегу заканчиваются смертью. Очень часто у людей с сильным переохлаждением возникает чувство апатии, сонливости. Они ложатся в сугроб и засыпают. При этом человек перестаёт чувствовать холод, ему становится даже тепло. В результате общего переохлаждения может наступить смерть и остановки сердца. Также переохладившись, через некоторое время можно почувствовать признаки простуды. Одеваться по погоде и одевать правильно детей – вот лучшая профилактика. Родителям подростков также стоит контролировать, в чём отправляется чадо на прогулки. Так, в Конаковском районе прокуратура проводит проверку по факту гибели от обморожения 17-летней девушки. Потому следует провести инструктаж подрастающему поколению, как не получить обморожение и как нужно действовать в таких случаях.